Привет, ребята, вы на FTI Transport. Сегодня мы будем делать веник. Астан, посовь его в клетку. Так, вот это вот Тина уже от этого веника. С этой вот, вот Тина, ты хочешь, чтобы он тебе отрубил что-нибудь или что? Тима, во-первых, неправильно рубишь. Сейчас я тебе покажу, как рубить. Вот эта вот собачка, она доча, покажи, она вот отгрызла эти все ветки. То есть она почему-то стаскивает. Я тебе сейчас стремлю. И вообще с этими ветками, с вот этой именно палкой получился держак для метлы. Вот это в связи с коронавирусом, чтобы знали, если у вас уже не будет возможности купить веник, вы можете сделать метлу. Это очень просто. Вот даже Тима может сделать, видите. Обрубил вот так вот, потом собрал ветки и покажем дальше. Я тебя не могу. Вот как правильно надо отрубывать. Вот я Тимычу рассказываю. Надо ветку не так, как он на земле. Стой, поверни. Но так неправильно, сынок. Знаешь почему? Да, вот если вы так отрубываете, это будет неправильно. По той причине, что оно будет снимать кору. А вам не надо, чтобы вот так вот снимала кору. Да. Как видите. А может мы его так снимем? Не, не, снимать не надо кору. Потом будет это худое. Не будет... Не крепкий веник будет. Отрубливаем кусочек. Надо наискосок, как я тебе говорил. Как рубить? Вот смотрите, американские дети. Учитесь рубить. Вот так. Рубится наискось. Вот так ложится, они ровно. Ровно ты долго. И порезче, порезче, повыше. Вот так вот. Молодец. Дай папа покажет сейчас. Так, смотрите, вот видите, как он из-за того, что много раз ударял, дерево это начало расщепляться. Поэтому сейчас надо один раз ударять и наискось. Один раз и резко, Тима. Один раз и резко, раз и мимо. Так, собака тут. Так должен получиться. И вот мы уже приготовили готовую петлю, в которую просто это вставляется. Сейчас немножко сделаем доработку. Вот так вот она вставляется. Так. Ну что, дети? Собака, ты готова? И рычаг должен быть по длине. Окей. Все, снимай меня, Тима, что-то. Как я буду этот... Подветать. Ну, в общем, вот вы поняли, да, в чем дело. Как рычаг я забил туда. Получается вот такая вот метла. И метете. И собака боится даже этой метры. То есть можно все теперь подметать. Поэтому надеюсь, вам понравилось. Если у вас получилась лучшая метла, обязательно ссылку пришлите мне, чтобы я посмотрел.